Друзья, всем привет! Меня зовут Денис и я автор YouTube канала Денден ТВ. И сегодня я хочу вам рассказать про новый инструмент, который я приобрел для себя. Это пила цепная аккумуляторная от фирмы Гренворкс. Первым делом я хочу вам рассказать, почему мой выбор остановился именно на этой пиле и именно на этом производителе. До этого у меня был опыт пользования бензопилой. У нее есть масса минусов. Ну первый минус это возня вот с этим бензином, с этой смесью. Ну скажем так, это еще терпимо, то есть намешал, там за неделю его истратил. Многие скажут, намеси сразу на полгода. Нет, производители рекомендуют, что смесь должна храниться не более двух недель. Второй минус это ее шум. То есть постоянно, когда вы ей работаете, у вас просто гул в ушах стоит. Многие опять же подметят, что одел наушники и все, с этим справились. Да, друзья, на себя я одену наушники, но так как мы в основном что-то на даче делаем бензопилой, там дрова пилим, сарай строим и так далее, на всех соседей вы наушники не наденете. И приходят соседи, там просят остановить, пристановить какие-то работы, потому что либо дети ложатся спать, либо просто они устали от этого постоянного звука. Бензопила это очень громко и там в радиусе полкилометра вас слышат все, наверное, соседи, которые находятся даже не рядом с вашим участком. Ну и третий минус мы тоже как бы встретились с ним чисто случайно. Когда мы восстанавливали полы в бане, то есть мы работали внутри помещения бензопилой. И после первого реза мы поняли, что это не то что неудобно, это опасно даже для здоровья и даже для жизни, скажем так. Потому что когда нам нужно было распилить там какое-то бревно, выпилить окошки вентиляционные в бревнах, после первого реза там просто невозможно дышать. Потому что вот эти все выхлопные газы, а оказывается бензопила выделяет огромное количество дыма, это видно только в помещении. То есть на улице в принципе на это внимание не обращаешь, хотя если ветра нет, вы надышитесь этими выхлопными газами даже на улице. Но в помещении делаешь рез и все, ты потом минут 10 проветриваешь это помещение. Так как мы все это делали уже в прохладное время, это было ужасно неудобно, потому что только нагрели помещение, сделали рез. Мы все это тепло выпускаем обратно на улицу, чтобы сделать там еще пару резов. Рассчитываете брать пилу для строительства и для ремонта каких-то помещений. Однозначно аккумуляторный вариант это наверное ваш вариант, потому что с бензо это будет не то что некомфортно, а как я уже говорил, это будет опасно. Изучал я много видео, читал много статей, прежде чем сделать этот выбор. Сразу хочу сказать, почему сделал именно выбор этой пилы. То есть это средняя моделька, то есть она где-то в серединке, среди маленьких и мощных. То есть это 60 вольтовая аккумуляторная цепная пила со скоростью пиления 10,5 метров в секунду. Длина шины 41 сантиметров, то есть этой шины достаточно, чтобы пилить бревна размером примерно до 70-75 сантиметров. Это такие громадные бревна, то есть в два реза вы можете спокойно справиться. Если я покупаю для себя какой-то инструмент, я беру сразу два аккумулятора, чтобы не было такого, когда у вас сел в самый неподходящий момент аккумулятор и не было его чем-то заменить. Сразу скажу, что в линейке Greenworks для 60 вольтовой пилы есть три типа аккумуляторов. Это 2 Ач, 4 Ач и 6 Ач аккумуляторы. Ну как вы понимаете, что 6 Ач это самый тяжелый из всей линейки, но и самый как бы емкий аккумулятор. То есть на нем вы будете пилить намного больше, чем на 2 А. Я как раз приобрел себе два аккумулятора 6 Ач. Вот так выглядит этот аккумулятор, довольно-таки большой, ну весит где-то килограмма полтора, но это примерно, это я говорю вот так, беру на вес. У него есть вот удобный датчик, да, вот он показывает, что аккумулятор полностью заряжен. Также приобрел зарядное устройство, это зарядное устройство с активной системой охлаждения. То есть вы ставите сюда аккумулятор, у зарядного устройства включается вентилятор, который охлаждает аккумулятор во время зарядки, то есть он не перегревается. Пила поставляется вот в таком виде, а также в комплекте вместе с пилой поставляется цепь. Вот таким образом ее нужно одеть на шину. Кстати, обратите внимание на направление зуба, то есть его нужно одеть правильно. И шина одевается вот таким образом. Вот здесь третий такой штырек. На этот штырек нужно как раз вот, чтобы вот это отверстие попало. И при помощи вот такого ключа, который входит в комплект, нужно сделать натяжку цепи. То есть вот, как видите, цепь уже натянулась. И далее можно одевать крышку. Кстати, вот эти гайки вы никогда не потеряете, потому что они встроены в корпус. Они никогда не выпадут. И закрутить. Можно для начала от руки, а потом затянуть ключом. Проверили еще раз натяжку пилы. Можно чуть-чуть потянуть. Все. Этого достаточно. Далее нужно установить аккумулятор внутрь пилы. Устанавливается он очень просто. То есть вот таким образом и защелкивается. По-другому как-то он просто не встанет вверх ногами, если вы захотите. Он встает только в правильном положении. Вот видите, кнопочка должна смотреть на вас лицом. То есть вы всегда, чтобы могли проверить заряд. И вот таким образом вы просто защелкиваете, и аккумулятор установлен. А чтобы вытащить аккумулятор, нужно чуть на него нажать и нажать кнопку. То есть вот таким образом аккумулятор вытащится. Или второй вариант. Вы можете просто нажать на эту кнопку, но она довольно-таки удобная. И аккумулятор сам отщелкивается. Но мне как-то ближе способ. Вот этот. Принажал, нажал кнопку и спокойно достал аккумулятор. Друзья, для того, чтобы начать работать этой пилой, нам нужно в специальный бачок залить масло. Но единственное, хочу заметить, что масло нужно использовать не подсолнечное, не сливочное, а именно специальное. Даже, кстати, машинное не подойдет масло. Нужно заливать специальное масло для цепи. Цепное масло оно называется. Друзья, бачок находится вот здесь. Он примерно где-то грамм 150-200. И чтобы его открыть, вот видите, здесь маленькая крышка. Это вот крутить, казалось бы, неудобно. Здесь придуман вот такой вот флажок. И при помощи флажка вы спокойно откручиваете. Кстати, производитель подумал про это. Вот здесь, видите, ниточка. То есть крышка не потеряется. И вы можете открутить и спокойно бросить. Она до грязи, то есть вот до земли, тоже не достает. То есть она будет чистая. Вы можете не бояться, что сюда попадет грязь. Даже если она попадет, ничего страшного. Потому что внутри бачка установлен фильтр мелкой очистки. Где-то примерно сечения сетки 0,5 мм. И он крупные какие-то вещи, которые могут засорить маслопровод, не пропустит. Вот так выглядит этот фильтр. Заливаем масло. Проверяем аккумулятор, заряжен ли или нет. Вот предварительно я зарядил аккумулятор. Видите, 4 лампочки. То есть аккумулятор полностью заряжен. Итак, друзья, испытания будем проводить. Вот на таком бревнышке. Это береза. Причем она стояла у нас на улице. Напиталась водой. Оно промерзло. И в него, в принципе, очень сложно даже воткнуть топор. Сейчас я это продемонстрирую. Как топор отлетает от этого бревнышка. Как видите, бревно замерзло. И топор в него уже не втыкается просто. Сейчас посмотрим, как с ним справиться. Моя новая аккумуляторная пила. Так, диаметр этого бревна. Ну, почти 30. 30 сантиметров. Для того, чтобы начать работать такой пилой, тут всего лишь две кнопки. Одна кнопка предохранитель. То есть вы ее нажимаете большим пальцем. Вот таким образом. И нажимаете на курок. И пила уже работает. Безустое. Красиво. Может быть. Всё. 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 Ну и теперь, друзья, давайте попробуем высадить полностью вот этот 6-амперный аккумулятор Не знаю, хватит это на это бревнышко, не хватит Может быть даже останется Сейчас мы это увидим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья Пенечек уже коротенький, пилить его неудобно Давайте я вам покажу, сколько потратилось за это время Так, две полоски, две лампочки горят Давайте посчитаем, сколько мы сделали резов Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, двенадцать Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать резов, друзья И это береза, замороженная береза То есть, восемнадцать резов Если исходить из этого, ну, примерно где-то около сорока резов На таком аккумуляторе, вот, тридцати сантиметровой березы Это отличный показатель Я думаю, для такой пилы Прошу учесть, что мы работали, опять же, на улице Но сейчас не минус, где-то сейчас плюс один, плюс два Но, тем не менее, аккумуляторы, в принципе, холод не очень любят Но, как видите, работает и можно работать даже в небольшой морозец Позже я попробую, когда будет попрохладнее, поработать уже на морозе этой пилой Первый пенек у нас закончился Сейчас будем на втором дальше продолжать высаживать аккумулятор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, пенечки у меня закончились Но пила еще до сих пор пилит Показывает, вот видите, один заряд, одна лампочка Но она уже, видимо, уже сейчас прям должна закончиться Но, к сожалению, мне не на чем показать больше Потому что все, пенечки у меня закончились Сколько у тебя это? Сейчас мы посчитаем это все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И начались эти бревнышки Не на чем было высадить его полностью Ну вот смотрите Осталась одна рисочка То есть на ней еще, в принципе, можно было поработать Я считаю, что это очень неплохой результат Для аккумуляторной пилы С учетом того, что мы работали все-таки в холоде То есть плюс 1, плюс 2 градуса И работали, наверное, с течения минут 40 где-то в среднем Аккумулятор находился тоже на улице И вот так примерно можно работать по звуку Звук я специально не буду делать тише Чтобы вы слышали, ну хотя бы в начале Чтобы вы слышали, насколько она работает громко Сразу скажу, что она где-то в два раза тише работает, чем бензопила И самое главное, что у нее звук не такой противный, как у бензопилы И распространяется он не так далеко, то есть не так далеко его слышно По комфорту мне понравилось ей работать То есть не нужно ее каждый раз заводить, глушить То есть если ты даже просто отпустил кнопку, убрал в сторону, поправил пенечек И все, не надо каждый раз, если достать тебе пенек, глушить ее То есть это тоже очень удобно и это тоже очень важный фактор Да, современные пилы уже заводятся быстро Но тем не менее, все равно вот это вот дергание здесь вообще отсутствует Друзья, ну и по традиции, оставляю ссылку на данный инструмент под видео Кстати, под видео вы найдете много интересной и полезной информации Если вам было полезно мое видео, ставьте оценку Подписывайтесь на мой канал В комментариях можете задать вопросы, постараюсь всем ответить А на сегодня у меня все, увидимся в следующем видео Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok